Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Мы продолжаем цикл видео, посвященный шахматной тактике. И сегодня рассмотрим такой распространенный тактический мотив, как вскрытое нападение. Вскрытое или же открытое нападение – это прием, который исполняют две фигуры, которые расположены на одной линии – вертикали, горизонтали или диагонали. При этом каждая из этих фигур создает сильную угрозу. Рассмотрим, как работает прием открытое нападение на данной позиции. Ход белых. Бросается в глаза диагональное расположение ферзей соперников. Белые забирают ладьей на е6, выполняя вскрытое нападение на ферзя черных. Естественно, после взятия на е6 пешкой либо ладьей, белые просто забирают на c3 и получают решающее материальное преимущество. Если же ферзем забрать на е1, объявляя шах, то белые также забирают ферзя ладья е1 шах, король h2. В этой позиции ферзь сильнее двух ладей. У белых уже готова сильная отдаленная проходная пешка h. Пешка f7, вероятнее всего, также погибнет, так как белые сейчас не только создали угрозу ее взятия, но и хотят поставить шах на c3, нападая в то же время и на ладью. Но что же будет после ферзь бьет f6? Ведь брать ферзя нельзя, последует ладья е1 и у черных лишняя фигура. Здесь белые играют ладья c1. На этом промежуточном шахе держится вся комбинация белых. Одна из белых ладей с темпом покидает вертикаль е, что позволяет белым получить решающее материальное преимущество в четырехладейном окончании. Черные отходят на b8, ладья бьет f6. У белых две лишние пешки и выигранная позиция. Ну а дальше еще 9 очень интересных и красивых примеров, каждый из которых вам предлагается решить самостоятельно. Итак, поехали. Во второй позиции ход черных. Они выигрывают. Обратите внимание, что ориентация доски изменилась для удобства решения. Поставьте видео на паузу и разберитесь в этой позиции самостоятельно. Фигуры белых расположены активно. Угрозы на пунктах h6 и f6 достаточно сильны. Но главным тактическим мотивом этой позиции является противостояние ферзей по шестой горизонтали. Хотя пока это не так очевидно. Ошибкой было бы сыграть за черных ладья е2, жертвуя качество с целью добраться таки до уязвимого пункта в позиции белых. Поле g2. Но белые здесь могут сыграть ладья g4, решая сразу две задачи. Защиты пешки и атаки пункта g7. Угрожает мат в один ход. У белых материальный перевес. Ну а в случае взятия ладьи, естественно, вскрывается диагональ и белые ставят мат в один ход. Но игравший черными Владимир Антошин сделал заранее заготовленный ход. Ладья бьет d3. Естественно, ладью ферзем брать нельзя. Пешка g2 остается под ударом и партия заканчивается в пользу черных. Поэтому Александр Тулуш забрал ладью ладьей. Но здесь ослабляется первая линия. Черные дают шах, король f2 и решающий ход конь e4 шах. Черные с темпом освобождают шестую горизонталь и забирают незащищенного ферзя. После король бьет e1, ферзь бьет g6. У черных решающий материальный перевес. Следующее положение возникло в партии знаменитых шахматистов прошлого Зигберта Тарроша и Михаила Чегорина. Белые начинают и выигрывают. Ставьте видео на паузу и решайте. Первый ход комбинации Тарроша это конь бьет d5. Вскрытое нападение на слона b4. Если забрать коня, то после слон бьет b4, позиция для белых уже выиграна. У них два мощных слона, пешки черных слабы, создается угроза взятия на f8, а после отхода ладьи слон d6 с нападением на другую ладью черных. Но Михаил Чегорин забрал на d2, ведь слон белых остался без защиты. Комбинация Тарроша продолжается. Конь f6 вилка. Брать пешкой нельзя, она связана, поэтому нужно забирать ладьей. Еф. Одним ходом белые создали вскрытое нападение сразу на две черные фигуры. Более очевидное на коня е6. Здесь нападает слон и ладья. И не столь бросающиеся в глаза нападение на ладью b8 со стороны ферзя. Черные забирают на е1. В этой позиции уже есть выбор. Можно было сразу забрать на е1, но Таррош сыграл еще красивее. Он забрал на е6. Вот такой двойной удар с мотивами отвлечения. Если забрать слона ферзем, то теряется пешка и белые ставят мат. Если же отойти на f8, то слон d7 и черные остаются у разбитого корыта. Четвертая позиция демонстрирует очень распространенный мотив вскрытого нападения при противостоянии ферзей. Положение взято из партии Пауля Керриса и Светозара Глигоряча. Белые начинают и выигрывают. Мотива вскрытого нападения пока что не наблюдается. Но Пауль Керрис приходит к нему путем жертвы на g7. После взятия на g7 ферзь g4. Таким образом белые не только создают угрозу мата в один ход, но и с темпом ставят ферзя напротив ферзя соперника по диагонали h3 c8. Таким образом создается угроза вскрытого нападения на ферзя путем конь h6. Этот ход работает на f6 с защитой слона. Белые отскакивают конем, давая шах и забирают беззащитного ферзя. Светозар Глигоряч предпочел отдать ферзя иначе. Он сразу забрал коня. Белые брать пешкой ферзя конечно не могут. Теряется ладья на e1 с шахом. Но можно просто забрать ферзем. Ладья f6, ферзь d7 нападая на ладью. Ладья fe6, ладья e3 защищая ладью и имея возможность взять на d5. Белые вскоре реализовали материальный перевес. Следующее положение возникло в партии Владимира Багирова и Ратмира Холмова. Предыдущим ходом белые поставили ладью на e1 с целью путем разменов облегчить свою позицию. Ратмир Холмов ответил комбинацией, которую очень легко зевнуть. Поставьте видео на паузу и постарайтесь отыскать за черных выигрывающее продолжение. Первый ход Холмова достаточно очевиден. Он забрал на e1, разменяв одну пару ладей. После ладья бьет e1 кажется, что партия неминуемо перейдет в один из двух видов окончаний. Ферзевая или ладейная. Но вместо того, чтобы сыграть d4, либо забрать на e1, следует ладья e2. Таким образом, черные создали вскрытое нападение на ферзя соперника и в то же время угрожают взятием на f2. Белые получают мат, либо теряют материал. Например, после взятия на e2 следует ферзь c3. И черный ферзь, конечно же, очень легко справится с белой ладьей. Если пойти ферзь a1, защитив обе свои фигуры, то следует ферзь бьет f2 и мат на g2. Ну и главный вариант. В случае взятия на f6 следует промежуточное взятие на e1 с шахом. И лишь теперь gf. У черных лишняя ладья. Видя эти варианты, Владимир Багиров после ладья e2 просто сдался. Следующее положение возникло в партии классика наших дней Вишванатана Ананда. Белые начинают и выигрывают. Прежде всего бросается в глаза диагональная связка ладьей e3 и вертикальное противостояние ферзей. Игравший белыми Ананд пошел слон g6. Вскрытое нападение на ферзя и в то же время угроза взятия на f7. У черных довольно печальный выбор. Основной вариант связан со взятием на d1. Тогда следует ладья e6 шах. Пешка f7 связана по диагонали, поэтому брать ладью не может. Перекрытие конь e7 не меняет ситуации. На король f8 следует слон h6 и после отхода на g8 мат слоном. Если пойти конь бьет e3, то последует взятие на f7, король f8 и взятие на d4. После ладья d4 слон e3. Две черные фигуры под боем. Угрожает все тот же мат слона h6. Позиция черных безнадежна. Если же сыграть ферзь f6, то следует взятие на f7. Ферзь f7 забрали, взяли на e3 и здесь проще всего забрать на d8. После король d8 слон e3. Слон черных ограничен в своих действиях, а после его отхода играем ладья бьет a7. Белые создали угрозу выигрыша ладьи путем ладья a8. Слон h3 не играет. У белых выигранная позиция. Поэтому игравший черными Жоэль Лотье сыграл конь e7, перекрыв седьмую линию. Анант забрал на d4. Ладья бьет d4. В этой позиции у белых уже есть выбор. Можно, например, забрать на e6, напав на коня. После ладья d7 взяли-забрали. Защита ладьи слоном. А после ладья f8 обратная ситуация. Ладья защищает слона. И у белых выигранная позиция. Слон черных по-прежнему вне игры. Но в партии Анант не стал брать на e6. Он просто пошел ладья d3. Если забрать ладью, то слон бьет d3. Угроза ладья b8 с выигрышем ладьи. И король бьет g2. Поэтому ладья пошел ладья d8. Но от проигрыша это его не спасло. Взяли-забрали. На шах, конечно, есть конь c8. Но проще отойти на d3. И в этой позиции черные сдались. Финал партии мог быть очень красивым. На отход слона, например, на h1. Следует слон b2, нападая на ладью. И после ладья e8 слон f6. Посмотрите на эту красочную позицию. Ни одна из черных фигур не может сделать хода без угрозы потери материала. Черные почти в полном цукцванге. В следующей позиции черные начинают и выигрывают. Положение может казаться достаточно простым. Но это далеко не так. Позиция таит в себе немало яда. Поставьте видео на паузу и постарайтесь до конца разобраться в этом положении. Кажется, что главным тактическим мотивом возникшей ситуации является противостояние черной ладьи и белого короля по вертикали b. Это не совсем так. Одним из важнейших факторов позиции является горизонтальное расположение ферзей, а также возможность подключения к игре белой ладьи h3. С учетом этого неверным является напрашивающийся ход c3. Черные здесь не выигрывают фигуру по той причине, что белые забирают на c3 с шахом и брать ладью нельзя ввиду потери ферзя. Взятие на b2 черным здесь особо ничего не дает. Поэтому игравший черными в этой партии немецкий гроссмейстер Вольфганг Ульман сыграл иначе. На третью линию он поставил пешку d. Таким образом немецкий шахматист создал угрозу матов два хода. Ферзь c2 и ферзь бьет b2. Пешку d3 брать нужно, но если забрать ее ладьей, то черные бьют на b2 с шахом. Идея черных состоит не в том, чтобы после король бьет b2 дать шах c3 в скрытое нападение на ферзя. По той причине, что белые на шах отвечают своим шахом, забирая на c3 ладьей, а далее забирают ферзя. Поэтому после король бьет b2 черным нужно с темпом отойти с четвертой линии, играя ферзь b5. Закрыться ладьей белые конечно могут, но это все равно приведет к ее потере. После король а2 следует cd и у черных лишний конь. Поэтому в партии белые на d3 забрали пешкой и здесь последовала ладья бьет b2. Оказывается, что после король бьет b2 ход c3 уже проходит, потому что третья линия перекрыта белой пешкой d3. Это вскрытое нападение на ферзя белых и после взятия на c3 следует fg4 с решающим материальным перевесом у черных. Вот такой, казалось бы, простой, но в то же время весьма коварный пример. Надеюсь, что вам удалось разобраться во всех тонкостях этой позиции. В следующем положении ход белых. Они выигрывают. Игравший белыми Энтони Майлз сделал ход a2 a4, нападая на слона. Конечно, отходить слоном плохо. Последует взятие на c6 и позиция черных разрушается. Поэтому последовало взятие на a4 и здесь ферзь a3. Таким образом, белые, нападая на слона a4, располагают своего ферзя напротив ферзя соперника. Последовало слон b5 и ладья бьет b5, нападая на ферзя. Конечно, брать ладью плохо ввиду потери сильнейшей фигуры. А после ферзь бьет a3 последовал промежуточный шаг ладья b7. И только теперь белые заберут ферзя. В любом случае, у белых остается лишний конь и выигранная позиция. Черные сдались. В предпоследнем положении белые начинают и выигрывают. Ставьте видео на паузу и решайте. Сразу же бросается в глаза диагональное расположение ферзей. Но черный ферзь находится под защитой коня. Поэтому приходит в голову ход конь a4. Нападение сразу же на две черные фигуры. Если отойти слоном, то последует взятие на b6 и это вилка. И после взятия конь h6. Это шаг и вскрытое нападение на незащищенного черного ферзя. Такой же мотив мы с вами видели в партии Керис Глигорич. Но черные решили забрать белого коня. Здесь также можно сыграть конь a6 шаг. Но после взятия ферзь d7 hg у черных три легкие фигуры за ферзя. Решающее преимущество белых здесь не очевидно. Поэтому лучше избрать другой шаг с поля e7. Здесь идет перекрытие диагонали a3 f8. Поэтому если отойти королем в угол, то следует моментальный мат ладья f8. Поэтому коня нужно забирать. Но если его забрать слоном, то последует ферзь d7 и на слон бьет g5, а черный слон сам оказался под боем, следует ферзь f7 и мат на f8. Поэтому черные забрали на e7 ферзем. Их идея состояла в том, чтобы использовать связку по вертикали g. Но эта связка слона оказалась мнимой. Так как после слон бьет e7, создается угроза мата на все том же поле f8. Этот мат последует после взятия на g4. Поэтому черные забрали на e7, а белые скушали коня. В этой позиции мощному белому ферзю противостоят лишь две легкие фигуры черных. Белые очень быстро реализовали решающий материальный перевес. И наконец последнее положение. Черные начинают и выигрывают. На доске очень мало фигур и решение этой позиции носит форсированный характер. Бросаются в глаза шахи с полей g4 и c1. Какой же ход выбрать? Неверным является ферзь c1 шах. Белые играют король f2. Если в этой позиции сыграть ферзь f1, отдавая коня, и после ферзь d3 надеяться на отход король f2, в этом случае черные действительно выигрывают после e3. Это шах и вскрытое нападение на ферзя. То белые разочаруют соперника, отойдя королем на f4. После ферзи f3, король e5 у черных проигранная позиция, так как белые владеют лишним конем. Если же после короля f2 в этом варианте сыграть ферзь d2, сохраняя коня, то и здесь нет выигрыша. Король g3, ферзь g2, король f4, ферзи f3, король e5. После шаха король e6, ну и здесь черным уже пора форсировать ничью, так как белый король сам уже готов возглавить охоту на своего коллегу, угрожает мат ферзь h8. Можно, например, сыграть ферзь b3, король f5. Здесь у черных нет победы, но они, конечно, и не обязаны проигрывать. Верным является другой шах, ферзь g4. В этой ситуации белым, конечно, нельзя отходить на линию h, последует моментальный мат. Поэтому остается король f2. Шах, защищая коня, король e1. Еще один шах с поля f1, король d2, ферзь d3 и вновь шах и при этом защита коня. Если отойти на c1, то мат ферзь c2. Если же пойти король e1, то следует конь c2. Как вы могли заметить, предыдущим своим ходом черные с темпом расположили своего ферзя напротив ферзя белых. И после единственного хода король f2 играют e3 шах. Та же идея, которую мы с вами видели в одном из предыдущих вариантов. Король f3, забираем на h7 и черные выигрывают. Вот такие очень интересные примеры, которые наглядно продемонстрировали силу вскрытого нападения. Думаю, что этот урок был для вас полезен и интересен. Если так, то не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал шахматы для всех, оставляйте свои комментарии. Обязательно напишите, какой из этих 10 примеров вам понравился больше других. Мне остается только попрощаться. Большое спасибо за внимание. До свидания.